добрый день дорогие друзья с вами слова andrew кун и продолжаем наш цикл обучающих видео игре в стелларис и в общем здесь у нас проблема пиратства сейчас наша амебка бумер возвращается домой будем восстанавливать флот вычищать пиратов вот здесь и бороться с пиратством в наших системах и и о и так бастамор и ты дарил ты доллару также авастил мы подключим к торговой сети без торговых путей напрямую когда-то второй торговый узел сделается вводе у нас здесь стоит одна верфь здесь у нас какой-то ивент найти флагман культистов собственно неизвестно какой силы он будет у нас есть научный корабль который этим займется мы заключили коммерческий пакт а также соглашение об исследованиях с этими ребятами которые возможно будут нашей помощью и поддержкой в предстоящей безусловно предстоящей войне с орденом чистоты вот с этими поборниками чистоты у нас от старости умер ученый технологиях и сейчас из имеющихся будем выбирать кого-то кто успел немного прокачаться иметь соответствующий перк вот реактивная тяга есть и парня это все новички в принципе или приручение войда он кстати помоложе агатомерусе агатомерусе он сидел занимался исследованием систем есть и куда можно занять кого-то новенького вот этого парня к примеру что ж поехали смотрим с что у нас на планетах здесь у нас есть возможность так стоп здесь у нас есть возможность расчистить забучие пески на пока нет энергии кстати с энергии беда надо срочно что-то поменять ухода минералы придется менять фиолетовый дождь счастье плюс 10 процентов у нас на планете а везде благодаря исследованиям аномалии что же изучаем теперь эти системы вот уже вот уже противник он вот здесь здесь у нас звездная крепость достраивается галактическое сообщество выдвинула свой 1 1 1 резолюция на проведение общегалактические инициативы по утилизации значит как это все работает у каждой нации входящий в галактические сообщества есть дипломатический вес вот массам сейчас 538 он складывается из нескольких факторов помочь платили количество населения экономика и технологии здесь можно более подробно видеть туда не входят всякие ренегаты типа вот этих вот парней потому что они как бы ну понятно да всеобщие ксенофобы вот значит начнем наверно с резолюция не разделяются на 4 категории плюс подкатегория это галактические приоритеты здесь можно основать галактический рынок и что у него пока что слабая поддержка в этой резолюции фокус у нас стоит собственно провести резолюцию получить за это сто влияния стоимость собственно предложить резолюцию 100 влияния также то есть это просто окупает и то есть резолюция пройдет в общем то торговля промышленность политика культура окружающие среда технологии оборона и война 4 в принципе понятные сферы в каждой из них есть возможность продвигать санкции разного уровня и санкции будут накладываться на всех кто нарушает галактические законы принятые в галактическом совете как-то работает в каждой подкатегории есть уровне сначала принимается резолюция всегда первого уровня они имеют плюсы так и минусы абсолютно все с данным случае можно видеть что стать стандартизация сленга увеличит объем торговли увеличен дипломатический вес от силы экономики всех участников галактического сообщества на 20 процентов что будет конечно выгодно экономически сильным державам усиливая их вес вес их голоса в галактическом сообществе но содержание таких видов деятельности как бюрократ будет увеличена на пять процентов то есть вообще бюрократа в принципе следующий уровень даст уже 40 процентов дипломатического веса от силы экономики увеличит и уже не на 5 на 10 процентов объема торговли кроме того даст базовую торговую защиту плюс 10 но у всех членов галактического сообщества снизится вместимость флотилии на 10 процентов содержание бюрократов ставится тем же а вот здесь уже появится эффект дополнительный помимо модификатора усиленного на третьем уровне закона станции наблюдения производит товары массового спроса во время наблюдения или внедрения в примитивные цивилизации вот такой интересный эффект если посмотреть на промышленное развитие здесь принципе все то же самое эффект мир и кузницы промышленный перерабатывающий мир и получают дополнительные бонусы правда жаль не сказано какие насчет законов самые видны и будет здесь акта военной готовности если член галактического сообщества не является вассалом использует менее половины своей вестимости флотилии вот здесь вода то он же будет нарушать практически закон на него начнут действовать все принятые в категориях санкции средственно вкратце можно сказать что принципе название под секции объясняют о чем здесь законы допустим галактическая торговля понятно промышленное развитие это упор на производстве минералов и сплавов всеобщее благо это радость рабочих здесь галактические реформы возможности сформировать галактический совет это такой дополнительный орган появится из трех наиболее влиятельных по силе империй которые будут иметь дополнительные возможности на проведение внеочередных резолюций а также на накладывание вета на какую-то резолюцию которую собираются провести здесь нужно объяснить как работает резолюции когда выдвигается резолюция она попадает в список здесь все участники совета выбирают поддерживать ее раздержаться или сопротивляться резолюция которая будет иметь наибольшую поддержку среди всех по количеству именно вот этих очков когда сына отвернется с каникул которые идут два года попадет на голосование голосование идет пять лет 1800 дней те кто поддерживал автоматически перейдут сторонников те кто сопротивлялись перейдут в противников воздержавшиеся будут здесь течение пяти лет все участники могут менять свое мнение насчет резолюции по итогу пяти лет произойдет финальное собственно голосование и где больше очков сторонниках или противников будет определять пройдет резолюция будет ли она принята или нет средства если сейчас я поддержу общегалактическую инициативу будет цивилизации то ее вес вырастет но я не очень хочу ее поддерживать потому что она снизить дипломатический вес от силы экономики хотя и содержание поселений товарами массового спроса немножко снизится также время очистки непригодных квадратов ну это в принципе не очень проблема но надо смотреть сразу что идет следующим памятники природы еще сильнее снизить дипломатический вес от силы экономики скорость планетарного строительства снизится хотя использование благ кожа снизится как плюс далее интегрированные сады приспособленность увеличится пища увеличится но это нам как-то не особо повлиять на что мы будем мир и конвертить его идеальные но конечно дипломатический вес от силы экономики будет падать почему мне это не интересно потому что у нас сейчас наибольший дипломатический вес дает именно сила экономики принципе вот так это работает галактические модификаторы от всех резолюцию можно посмотреть здесь хотя список там не очень удобный по что он не объединяет эффекты от разных резолюции вместе можно посмотреть кто поддерживает в данный момент эту резолюцию также можно назначить свободных послов сюда в галактический совет и они увеличат наш дипломатический вес итоговый на 10 процентов каждый но пока что в этом нет необходимости в общем здесь мы сразу ставим сопротивление это не снизит поддержку которая определяет порядок выхода на голосование резолюции но мы автоматически выйдем в противнике если эта резолюция попадет на голосование я правда совсем не хочу ее видеть при этом так ладно расчисткой пока не занимаемся это в целом как работает галактический совет озеро из живого металла ухты обнаружен живой металл и мы получим возможность его исследовать свой металл класс на штука это редкий ресурс который ускоряет производство мега сооружений последствий в игре технология крайне дорогая сейчас мы никак не сможем себе позволить но иметь живой металл конечно здорово и к нам обратилась лавистар консел предлагаю заключить пакт о ненападении давайте посмотрим кто это такие правой кнопкой на их столицу выходим сюда а а это собственно на соседи нашего предполагаемого врага у них кстати судный день высокогорный мир то есть их столица через совсем незначительное время разрушится вот уже можно видеть приспособность минус 90 то есть они уже можно сказать в самом конце своей жизни при этом они ни одной новой колонии не основали а это значит что они скоро могут просто умереть нет не а пока не под ними с ними не нужен тем более что их если что легко сожрут товарищи которые слева от них живут и вот можно видеть что стала зеленая циферка здесь здесь и здесь мы подключили торговлю от этих систем что выправила наши проблемы с энергией кто-то закрыл нам границы так нам нужно включить альдебаран убрать вот этих вот тупых пиратов также мы продолжаем строительство станции здесь расширяя свою территорию здесь у нас раскопки идут вот это мы все под себя заберем затем закроем эти дырочки и вот эту часть то есть нам влияние стал еще нужны в огромных количествах обшивка с внедренными крестами регенерирующая обшивка прекрасной технологии мы себе забрали что там еще в циферка 2 означает что есть 2 2 еще предложения на которые мы не выдали свои своего так сказать не и вот щит на изготовку уже пошел уже военно ориентированную вот здесь вот принимает штуку я бы не очень хотел ее прохождение потому что следом акта военной готовности это увеличивает содержание кораблей стали умнее так мало на самом деле то есть каждый процент влияет до вместимость флотилии увеличится но придется все время подстраивать флот под половину своего лимита чтобы не нарушать закон не очень приятно мы этому будем сопротивляться но скорее всего это пройдет можно компьютер очень любит эту штуку канал для совместных исследований дипломатической веса технологического развития плюс 20 до это нам в плюс вот можно видеть сразу поддержка выросла научные станции производства увеличится станции у нас сейчас дают больше науки чем даже наша деятельность поэтому это на для нас приятный баф содержание космических баз сейчас сильно по нам не ударит плюс 5 процентов можно принять но опять же повторюсь скорее всего пройдет одна из этих двух практически мир у нас построился и мы можем сдать ее переселить наконец-то над фанканов хотя можем их не переселять потому что у нас же здесь идеальный мир мы можем использовать нашу замечательную беде как расселяющую повсюду планету население плохо единство что баллы которых мы создали себе пять штук новые баллы они изначально приходят как пацифисты и это будет пацифизм в нашем обществе распространять не не то чтобы это было сильно плохо мы и так как бы пацифисты есть вот но с пацифистами нужно быть очень мирным игроком у нас будет проблема что на нас будут нападать сто процентов эти вот ребята из ордена чистоты у нас достроилась здесь база мы будем делать боевой нас есть пока выбор с пушечными ракетными батареями мы будем брать пушечные я не верю в ракеты даже на раннем этапе игры этом нам обойдется в 100 стали стали нам нужно еще мы сейчас продадим минералы и пищу купим еще стали ставим две пушечные батареи и ставим компьютер для связи с целью увеличивающий дальность действия корабельных орудий космической базы на 50 процентов база по дефолту будет снаряжена медиум пушками соответственно плюс 50 процентов дальности и крайне важно иметь значит оборонительные базы помимо того что модули добавляют оружие модули добавлять здоровье базе и очки брони самой базе здесь вот на базу можно уже посмотреть вот ее здоровье броня будут увеличены за каждый модуль на 10 процентов кроме того дальность защиты и торговая защита будут увеличены значит дальность защиты точно так же как работает торговый узел который собирает торговлю будет работать с одной с одним модулем до сеула с двумя на два прыжка то есть покроет ну сталь то баран и хатрам вот каждая даст 5 защиты здесь если посмотреть у нас будет базовая защита 2 и еще по 5 и того 10 от базы в латандре вот что полностью перекроет максимальное значение пиратства то есть здесь мы уже пиратов можем не беспокоиться даже здесь есть какой-то пираться а ну да мы что-то колонии основали так строительные корабли продолжаем здесь пока заселять это все добывающими и научными станциями ученые лавала от носа что делаем латандре нам очень нужна энергия конечно в энергию мы решим за счет торговли когда приведем ее в порядок пока что фокус в колонии меняем основе оставляем колонию то что она скорость просто поселение дает нужно при рабочих место давайте сделаем одного клерка двух шахтеров будем эту планету специализировать под минералы потому что здесь очень много минеральных районов кстати здесь есть инопланетный зоопарк особый вид редкие планетарные свойства вот один показано здесь он дает возможность построить специальное сооружение собственно инопланетный зоопарк там будет надо сделать у нас один лишний житель сейчас безработный расы кадет и из-за того что у нас сейчас идет иммиграция минус 26 в месяц просто потому что недавно есть освоят основные колонии вот и это перекрывает нашу высокую стабильность надо дел вот поэтому началась миграция отсюда это значит население будет расходиться по другим планетам вот в плюс можно видеть 1822 сюда уже выезжают ребята также латандре сейчас будет плюс кроме того безработица добавила плюс 5 к иммиграции приток-отток иммиграции и иммиграции меня конечно путает очень сильно не так не могу сообразить как это все работает ну вот как-то так работает с этими названиями вот так же мы можем его просто физически переселить допустим на тот же самый бастамор континентальный мир напрямую здесь вот списке можно дать у нас выбран слева по дефолту потому что мы из экрана дать у именно нажали кнопку переселить выбираем бастамор у нас как следующая колония списке выбран сразу вот и сюда можно будет переселить нашего замечательного кадета это будет стоить нам 100 энергии но плюс в том что этот кадет сразу начнет работать и приносить какую-то пользу вот соглашением исследования кто-то заключил между собой за этим принципе можно следить чтобы отслеживать то кто с кем дружит и вот с этими ребятами я хотел помниться федерацию сделать но у них вот минус 37 мнение на этот счет несмотря на то что мы всячески там повышаем наши взаимоотношения доверие доросло уже до сотни продолжаем исследовать технологии выше по моему не поднимется нет не заменять ученого это где в этом углу ну чтож придется тебе как-то исследовать и и паноксала десблингерс хорошего ребят название и конкурсы интересные еще четыре предложения было внесено совет я точно проголосую за основу основания галактического рынка стандартизация сленга мне подходит потому что дипломатический вес от силы экономики объем торговли содержание бюрократов на пять процентов по мнению дарит упрощение регулирования рабочее производство и галактический вес от силы экономики увеличится но приспособленность падает на два процента напомню что приспособленность нехватка без пригодности мира приспособленность особенно напрямую на это повлияет будет снижать выработку ресурсов по одному проценту за два процента пригодности также увеличивать один к одному содержание поселения использования благ то есть на самом деле на самом деле вот это обращение регулирования не очень выгодное практически ничего не даст плане экономики кроме того это замедляет рост населения можно видеть пригодность по этой жизни из 15 процентов но так как мы будем потихоньку конвертировать все свои меры в идеальные это по нам так сильно не ударит как по остальным увеличение дипломатического веса от силы экономики 20 процентов даст больше веса нашему голосу в сенате поэтому до хартия прав рабочих дипломатический вес от поселений прекрасно рабочие получать больше счастья рабочие получают больше политической власти это проблемно могло бы быть для империи которые авторитарные у которых рабочие не плохие условия жизни у нас в принципе рабочие если посмотреть для нашего полноправного гражданства имеют достойные условия не с не социальное обеспечение счастью но мы не можем его себе позволить из-за товаров массового спроса и в целом политическая власть у рабочих очень слабая процентов здесь много не решит но увеличение их счастья также дипломатический вес от поселения это хорошо счастье напрямую будет влиять на стабильность наших миров увеличивая торговлю и выработку ресурсов и пацифистский вариант резолюции об обороне и войне то есть есть агрессивный есть пацифистский условно я так называю увеличить мораль оборонительных армий дипломатический вес от силы флота снизится что хорошо потому что пока мы себе флот нормально позволить не можем содержание армии увеличится не знаю как выглядит как бесполезная вещь давайте посмотрим что там есть в продолжение рост страсти от войны ниже запрещено использование геноцида кроме перемещения крушителя миров это колосс который может разрушать планеты в войне геноцид не используем мы наоборот ксенофилы всех к себе привычаем это не проблема армагеддон коврова нельзя неограниченные войны запрещены запрещена экономическая политика винизированная экономика инициатива демобилизации привлекательность принципа пацифизм 100 процентов срок действия указа увеличится вместимость флотилий снижается вот последний шаг как бы очень радикальный но в принципе вот это вот это вот линейка пацифистских вещей не вполне соответствует можно даже ее поддержать не договором миграции мне не нужен у вас ребята вообще бесполезные тепличные чуваки с энергокредитами от видов деятельности ну такое себе пираты по-прежнему себя прекрасно здесь чувствует возвращаем нашим научный корабль домой принципе все что мог он уже здесь сделал будем размещать корабли чтобы они помогали технологиям это где это здесь хорошо так что наша неба давайте все прискакуемся к станции так выйти на орбиту гордый флот выйти на орбиту и fortune favor выйти на орбиту все нужно поремонтировать гордый флот вау вот сейчас они начинают останавливаться можно видеть это и по общему состоянию по отдельным кораблям все флот восстановился обратно цепляем их на амебу потому что нет чем-то занимался вернись назад ты чем занимаешься а у нас ученый умрая и даже и не заметил гарима можно нанять который с лидер одержимый у него темп исследования плюс 5 на любой сфере а а у нас произошло событие на раскопках из-за чего умер собственно наш несчастный ученый кому интересно может почитать на паузе мы повысим производство энергии через какое-то время этот эффект наложится на нас fortune favor платье тоже следуйте за амебой и наш бумер сейчас пойдет карать вот этих вот несчастных пиратов вместе со своим сопровождением отличные энергокредиты от видов деятельности в данном случае мы получили вот здесь вот эффект на всю на всю империю модификаторы вот у нас перезарядка реликвии вот у нас повышенная скорость корабля это мы находили в аномалии творческое вдохновение это точно наговорил на 20 лет увеличенное счастье из-за фиолетового дождя мы программа рост экономики 10 процентов дополнительных энергокредитов от видов деятельности это программа нашего лидера собственно диктатора пацифистичный диктатор это прекрасно идем карать пиратов здесь уже можно увидеть станция дает 6 подавление операций а нет не 6 латанра космическая база плюс 13 дает здесь защиты от пиратства но здесь уже не дают то что не вытягивает нужен второй модуль естественно в этой системе можно о пиратах уже не беспокоиться когда мы достроим второй модуль мы и нужд закроем от пиратства данный момент она уже он превысила базовую защиту но как только наш флот перелетит в эту систему он начнет подавлять пиратство подавлять она будет в зависимости от типов кораблей во флотилии здесь можно видеть сколько очков подавления пиратства дает каждый корабль они оба понятное дело за пиратами конец не может лабораториях с ванном дадут недоисследованную технологию я выберу в данном случае влияние которое нам очень нужно будет и у нас рабомоддинг появился вот мы можем заняться новым исследованием вот она обшивка с внедренными кристаллами которая здоровье корабля повышает в данный момент нам наверное выгоднее что сделать когда добывающие станции улучшить ресурсов нас сейчас принципе хороший приток но это может быть ненадолго технология не очень дорогая 72 месяца не очень дорогая как же поехали и мы собирались наших роботов модифицировать значит на экране раз и можно модифицировать тех у кого есть положительные очки 10 только не выполнено особые условия или если это не робот то есть для роботов можно брать негативные какие-то эффекты точно так же как при создании расы в начале игры за счет них брать позитивные но сейчас у нас есть возможность взять четыре признака очков признаков нам здесь к несчастью кривая локализация не показывает что мы возьмем однозначно это массовое производство чтобы роботы быстрее строились это нам очень поможет также вполне возможно что возьмем гибких чтобы нам нужно было меньше строить жилья для роботов сюда кликнем чтобы переназывать наш шаблон и мы шаблон создаем вот он у нас здесь появился можно видеть что он как бы образован от этого но теперь нам нужно собственно применить апдейт на существующие поселения роботов для этого жмем сюда и на этом экране мы можем выбрать на каких планетах или целиком везде это сделать также если у нас несколько вариантов варианты будут здесь вот выбраны как папки со стандартным деревом всем знакомым естественно всех роботов хотим модифицировать нам на это понадобится 2800 инженерных исследований это займет 58 месяцев но это существенно ускорит производство роботов снизить жилье у нас есть 30 дней на то чтобы стартануть этот проект что же давайте стартанем у нас все равно там технологии 72 месяца изучается кстати у нас есть какой-то аварийный буй вот здесь вот который нам нужно бы изучить автоматически его летит исследовать корабль вроде бы изучение кристалла за 27 месяцев можно сделать но у нас энергосеть изучается хотя она не очень-то и нужна силу на элиэнс пусть сами нас изучают изучение космической амебы займет 34 месяца чем занята социология скоростью а мы вникаем в секреты баул еще 30 месяцев после этого можно изучением космической амебы заняться супер аномалия седьмого левела значит что мы можем сделать у нас был ученый который летит домой ничего не делая примуса этиус может переселиться на этот корабль который летит домой а сюда мы посадим как раз ученого которого аж 4 level и уже на молит 540 дней вместо 2180 будет изучаться естественно изучаем сразу аномалию потому что скоро ребята поставят здесь форпост и выкинуть нас отсюда мы уже ничего не поизучаем давайте переместимся в эту систему посмотрим с какой силой флота нам придется иметь дело сразу переключаем тактику на уклонение чтоб корабль просто залетел посмотрел и сразу смылся оттуда так бумер восстанавливает нашу торговлю летит потому что мы сейчас теряем достаточно много энергии за вот этих 20 единиц которые заблокированы ну вскоре сходу начался бой там побиты в принципе были корветы нашей оборонявшейся базой поэтому тут ничего как бы интересного 6 рейдеров убили 4 сбежали но они сбежали как бы никуда и остается еще рейдерская база вот здесь вот так база мне покажите пожалуйста можно увидеть что у нее 3s пушки вот ее здоровье есть петре с пушки не страшно флагман культистов положим этому конец и что она здесь ждет нас здесь ждет флот 414 силы вместо вместе с флагманом флагман опять же с пушками м лазерами не очень приятный него чуть больше щитов чем брони корветы как обычно более бронированные мы будем обидеть наш дизайн опять же под этот бой отказываться зенитной батареи которую мы использовали против амел с их жгутиками мутаган вершин гильд мы узнали 40 влияния получили так ура мы убили базу пиратов получили кстати знание об эль вратах и немножко ресурсов идем наверх будем апдейтить флот эль врата мы еще по моему даже не встречал нет или скопление мы встречали у нас уже есть три знания из 7 необходимых для открытия врат из разных источников типа аномалии ивентов да вот они врата стоят мы уже половину пути для их открытия проделали забавно получается так плохо что мы не знаем насчет вот это червоточина ничего которые и вот это вот который потенциально ведут на нашу территорию и теперь можно видеть что наша торговля здесь восстановилась частично почему потому что у нас вот здесь вот пиратство отгрызает еще торговлю если увидеть здесь гордый флот у нас сейчас здесь стоит пиратство будет снижаться с течением времени сейчас она 0 конечно когда наш флот присутствует в этой системе нам неплохо бы флот здесь еще подержать но нам нужно решать проблемы по мере их поступления нам нужно культист лакшип разрушить для этого нам нужно продейтить наши корветы и возможно даже чуть-чуть их достроить если будет возможность такая учитывая что у них в основном опять же мелкие корабли и броня то мы ставим от и одну кинетику против щитов два лазера против брони более точные по в принципе более точные по любым целям сами ставим естественно два щита усилитель реактора почему два щита одну брони потому что у противника лазерное оружие сохраняем новый дизайн отправляем гордый флот вперед на апдейт он обгонит нашу амебу в принципе не страшно потому что им еще время понадобится для того чтобы продать очередной construction сделался сделаем добывающие станции здесь она даст кстати немножко сплавов солененькая можете почитать кому интересно на паузе это даст нам еще плюс пять процентов счастья на 20 лет прекрасно допустим надо джо у нас средний показатель части 99 процентов вот можно видеть что почти почти все эстетически счастливы у нас сенатной сессии у нас появляется вот такая мать кашка первый раз нам об этом напишут собственно победили в гонке стандартизация сленга вот можно видеть как распределись сторонники противники воздержавшиеся теперь в течение 5 лет можно менять свое мнение по этой резолюции с куда у нас 120 дней если сторонников будет больше голосов чем противников то резолюция пройдет и начнет действовать на всех участников галактического сената так у нас здесь поднялась колония до 15 вопрос что мы там будем делать начать административные у нас здесь баста море будем делать специализацию в принципе миров самого начала не планировать что нам ближайшее время понадобится это товары массового спроса товары массового спроса мы их поставим собственно здесь это два рабочих места еще два даст техник и пожалуй нам нужно будет можно будет еще одно жилье поставить склерком вот так и расчистить наконец этот квадрат минералы на следующий цикл развития все чудесно здесь флоты двигаются здесь у нас еще есть раскопки кстати бдительные стражи на их пока не трогаю потому что бдительные стражи могут быть для нас негативные еще не позитивной и так как корабли не чем заняться он отправится на дозер и поможет исследованиях шпера уровня ученых даст баф на выработку науки всего лишь десять процентов и у нас тут всего одна лаборатория мы не так уж много науки здесь производим принципе но это лучше чем ничего не делать нашему кораблю гражданские корабли все заняты спиритуалисты у меня что совсем недолго недовольны довольны они тем что он светское государство что у нас синтетики есть и что мы не можем их мы не объявляем их вне закона в общем-то спиритуалисты у нас будут постоянно недовольным элементом общества ну ну что ж кто-то же должен быть недоволен правильно так же до дзё очередной есть у нас застроилась боевая станция сейчас застроилась уже можно видеть что она имеет 1100 силы что по сути больше чем наш караванный крейсер и они оба вместе взятые кроме того мы можем поставить здесь оборонительные платформы сначала их естественно нужно будет задизайнить а потом поставить 4 что у нас общая граница уже есть вот этими ребятами есть шанс того что они могут на нас напасть именно когда наш флот далеко если посмотреть мощь их флотилии 62 или сильнее вот здесь вот у нас мощь флотилии 40 то есть у них вот где-то в полтора раза сильнее чем наш наш флот сейчас это 1600 условно то есть база их флот не выдержит нужны оборонительные платформы или флот который рядышком находится готовы вступить в бой давайте проведем дизайн оборонительной платформы значит вначале нас будут мучать кто нас будут мучить в основном корветы врага может быть у них есть эсминцы но вряд ли хотя вполне возможно сейчас по помог какой этап игры и одну из секций я сделаю ангарной почему потому что ангарная секция атакует перехватчиками маленькими кораблями у которых очень 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 большой радиус действия это значит что флот противника вряд ли сможет пролететь мимо нашей станции вглубь территории на что сейчас это ему по сути не мешает до тех пор пока он не войдет в дальность действия своих или орудий станции именно для этого нам нужно будет ангарный модуль один поставить как вариант можно сравнить с ракетами значит звено разведчиков имеет огромную скорость дальность у них 10 на самом деле дальность вступления в бой у них огромная практически по моему вся система что вот звено разведчиков сейчас конечно не очень мощная но у ракеты дальность всего лишь 100 вот ракеты хороши против мелких кораблей то что у них есть 25 вооружение обнажение точно 100 процентов и кроме того у них есть появление счетов точно так же как у перехватчиков они игнорируют щит вот что значит пробивание урон дополнительный по броне можно было бы сочетать здесь ракеты я предпочту взять скорее всего смол пушки и пополам спиратроны пополам синими лазерами высокоточное оружие с высоким обнаружением чтобы сбивать корветы когда они к станции подлетят ставим естественно три щита потом три брони потому что мы не знаем как сконфигурирован флот противника вот такая у нас платформа будет назовем ее как-нибудь авто улучшение включим на случай си новые технологии у нас зайдут старый дизайн долин вот такая платформа очка у нас есть мы ее одно обязательно сделаем для того чтобы внезапно объявленная война и закончилась с тем что мимо нашей оборонительной базы пролетят углубь территории и 120 через 120 дней она выйдет на орбиту этой станции и будет помогать нам отбиваться в случае чего империя лавистова консул собственно умерла потому что они не справились со своим происхождением это умирающий судный день они так и не смогли найти себе новую планету для переселения теперь их территории абсолютно свободно кстати здесь есть мега сооружение оставшиеся от предыдущих цивилизаций разрушен уплотнитель материи которая добывает минералы из черной дыры можно очень легко восстановить то есть восстанавливать разрушенные мега сооружения намного проще чем строить свое так я думаю что на этом мы закончим сегодняшний эпизод надеюсь он был вам полезен мы поговорили о галактическом совете немного еще углубились в торговлю как можно защищать единственное что я не показал это возможность ставить флот на патрулирование сейчас выбрать амебу выбрать левая кнопка патрулирования задать какую-то систему выберется кратчайший путь и амеба будет летать туда-сюда из системы в систему периодически снижая пиратство ну если бы она могла до в этой системе подавляя его по мере того как она будет расти кстати у нас здесь у пиратства тоже размножилась в диссиде вот но как бы патрулирование мы в мирное время потом когда закончим с культистами поставим флот наших корветов патрулировать вот по этому пути где у нас от альдебарана идет мощный поток торговли с пиратством и что-то надо будет думать насчет завода я пока не знаю правда что но что-то определенно нужно будет думать думать о возможном потом еще заселение оставшихся миров но это все будет в следующем эпизоде надеюсь этот был вам полезен с вами был андро кун пока пока